Смоленский социально-реабилитационный центр «Вишенки» отметил важную дату – 11 лет работы. О сотрудничестве Смоленской епархии с медицинскими реабилитационными учреждениями рассказывают наши коллеги из телестудии «Святой Меркурий». Ровно 11 лет назад на этой территории было просто пустое поле. А за 11 лет это место превратилось в замечательный городок. И мы его называем городок надежды. Потому что сюда приезжает всякий входящий, входящий сюда обретает надежду. В праздничный день сотрудников и воспитанников приехали поздравить епископ Смоленский Вяземский Сидор и Ирей Сергий Нестеров, духовно окормляющий центр, представители департамента Смоленской области по социальному развитию. Это очень важное учреждение для всей нашей области, поскольку, к сожалению, в нашем обществе достаточно много детей, которые нуждаются в медицинской помощи. Директор реабилитационного центра Светлана Новикова провела гостей по жилому корпусу и медицинским кабинетам. Познакомилась с деятельностью центра. На лечении могут одновременно находиться до 120 детей с ограниченными возможностями и инвалидов молодого возраста до 30 лет. Здесь они получают социальную, медицинскую, психологическую помощь. Здесь вообще минусов нет, здесь все только хорошее. Здесь все находят друзей. Я нашла друзей. Мои друзья нашли друзей. Возможно, общение с другими детьми, дружба, которая здесь учится, для ребят не менее важны, чем помощь специалистов. Что касается коллектива, то можно говорить о том, что здесь трудятся профессиональные, социальные и медицинские работники, среди которых есть те, кто находятся здесь с самого открытия центра в 2002 году. В актовом зале состоялся небольшой праздничный концерт, организованный трудами педагогов и воспитанников центра. Епископ Исидор поздравил всех собравшихся с праздником и пожелал, чтобы душу освещал божественный свет, чтобы радость и улыбка сопровождали каждого. Архиерей вручил коллективу Смоленскую икону Божьей Матери и пожелал, чтобы Богородица, которая является для каждого из нас матерью, благословляла труды педагогов и врачей и покрывала всех. В честь праздника все дети, проходящие реабилитацию в центре, получили подарки от Смоленской епархии – мягкие игрушки и конфеты. Я увидел здесь очень много добрых, светлых лиц, детей, которые нуждаются в нашей помощи. Я призываю не только администрацию области и города, хотя они и так принимают активное участие в жизни этого центра, но прежде всего наше общество, наших смолян, быть неравнодушными к нашим детям и помогать, в том числе этому центру, помогать всем, чем можем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!